Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Катуйна Елена Евгеньевна, я доцент кафедры общей био-неорганической и биоорганической химии Самарского государственного медицинского университета. Сегодня мы с вами прослушаем лекцию «Растворы теории электролитической диссоциации». Мы с вами познакомимся с основными положениями теории электролитической диссоциации, определим, что такое кислоты, основания и соли с точки зрения данной теории, познакомимся с диссоциацией воды и понятием водородного показателя, рассмотрим реакции иллинного обмена, в том числе реакции витролиза. Итак, по способности проводить электрический ток все вещества делят на электролиты и неэлектролиты. Вещества, способные в растворенном или расплавленном состоянии проводить электрический ток, называются электролитами. Это соединение с ковалентной полярной или ионной связями. Это соли, кислоты, основания. Например, хлорид натрия, серная кислота, гидроксид натрия. Вещества, не проводящие электрический ток при растворении или в расплавленном состоянии, называются неэлектролитами. Это вещества с ковалентной, не полярной или слабой полярной связями. К ним относятся большинство органических веществ. Это все углеводороды, бензол, глюкоза, сахароза, эфиры. И из неорганических веществ такие молекулы, как кислород, водород, оксиды, СО и СО2. Особенности свойств растворов электролитов объяснил шведский ученый Сванте Арениус, выдвинувший в 1887 году теорию электролитической диссоциации. Основные положения данной теории сводятся к следующему. Первое. Электролиты при растворении в воде или при плавлении распадаются на ионы. Например, хлорид натрия при растворении в воде или в расплавленном состоянии распадается на ион натрия плюс и хлор минус. Процесс распада электролита на ионы при растворении в воде или при плавлении называется электролитической диссоциацией. Далее. Ионы находятся в постоянном хаотическом движении. При припускании через раствор или расплав электролита постоянного электрического тока ионы приобретают направленное движение. Положительно заряженные ионы движутся к отрицательному электроду, катоду, и поэтому называются катионами. Отрицательно заряженные ионы начинают перемещаться к положительно заряженному электроду, аноду, и поэтому называются анионами. Причины и механизм диссоциации электролитов при растворении объясняются химической теорией растворов Дмитрия Ивановича Менделеева и природо-химической связи. Основной причиной диссоциации является гидротация ионов. Ионы, окруженные молекулами воды, называются гидротированными ионами. В схемах диссоциации гидротированность ионов предполагается, но не указывается. Полнее всего диссоцируют вещества с ионной и ковалентной полярной связями. Чем сильнее полярность связи, тем легче электролит диссоцирует на ионы. Количественно способность электролита диссоцировать на ионы характеризуется степенью диссоциации альфа. Степень электролитической диссоциации показывает, какая часть молекул распалась на ионы. Она равна отношению числа молекул, продиссоцировавших на ионы, к общему числу растворенных молекул. Выражается в долях единицы или в процентах. Величина степень диссоциации зависит от температуры. При повышении температуры она увеличивается и от концентрации. С увеличением концентрации степень диссоциации уменьшается. В зависимости от величины степени диссоциации электролиты делят на сильные, слабые и электролиты средней силы. К сильным электролитам относят все соли, сильные минеральные кислоты. Вспомним их соляная кислота, бромоводородная, йодоводородная, серная, азотная кислоты, хлорная, варноватая, марганцевая, хромовая, дихромовая кислоты. Также к сильным электролитам относят сильные основания, то есть щелочи. Их желательно запомнить. Это гидроксиды металлов первой агруппы. Литий-ОАЖ, татри-ОАЖ, кали-ОАЖ, рубидий-ОАЖ, цезий-ОАЖ. И гидроксиды щелочноземельных металлов. Кальций-ОАЖ дважды, струнций-ОАЖ дважды, парий-ОАЖ дважды. К слабым электролитам, для которых степень диссоциации менее 3% относятся слабые кислоты. Это угольная, кремниевая, борная, сероводородная, циановодородная, хлорноватистая, хлорноватая кислоты, уксусная кислота и большинство других органических кислот. Также к слабым электролитам относятся слабые основания, то есть это все основания из-за исключения щелочей. Слабым электролитом является и вода. Для электролитов средней силы степень диссоциации составляет от 3 до 30%. К ним относят такие кислоты, как фосфорная, сернистая, азотистая, муравьиная, щавелевая, трихлороксусная и некоторые другие. Последнюю группу электролитов не всегда выделяют в качестве отдельной группы и зачастую относят к слабым электролитам. Обращаю ваше внимание, что всех представителей сильных и слабых электролитов необходимо запомнить. Без этого невозможно будет писать реакции ионного обмена и выполнять задания по теме гидролиз. Для сильных электролитов процесс диссоциации является обратимым, в то время как для слабых электролитов этот процесс обратимый и помимо степени диссоциации может характеризоваться константой равновесия, называемой константой диссоциации. Итак, константы диссоциации или ионизации это отношение произведения концентрации ионов, образующихся при диссоциации, к концентрации непродиссоциированных молекул в степени коэффициентов гомогенного равновесия. Например, в растворах слабых кислот устанавливается равновесие между молекулярной формой кислоты и ионами, образующихся при ее диссоциации. Константы диссоциации представлены на слайде. Величина константы ионизации зависит от природы веществ и растворителя температуры, но не зависит от концентрации растворов, что позволяет сделать эту величину табличной величиной и дает возможность сравнивать электролиты по силе. Например, если константы диссоциации уксусной кислоты больше константы диссоциации цианноводородной кислоты, это означает, что уксусная кислота является более сильным электролитом, чем цианноводородным. С точки зрения теории электролитической диссоциации, кислоты, основания соли — это электролиты. Кислоты — это электролиты, при диссоциации которых в качестве патионов образуются только ионы водорода. Например, при диссоциации соляной кислоты образуются ионы водорода H+, или хлорид ион. По числу ионов водорода, образующихся при диссоциации одной молекулы кислоты, выделяют одно, двух и трех основные кислоты. Примеры кислот представлены на слайде. Сильные кислоты диссоцируют необратимо, слабые кислоты обратимо, причем диссоциация слабых многоосновных кислот протекает ступенчато и практически идет только по первой ступени. Представлена схема диссоциации угольной кислоты. Основания — это электролиты, при диссоциации которых в качестве анионов образуется только гидроксогруппа. Например, гидроксид натрия при диссоциации в качестве аниона образует только гидроксид ион H+. По количеству гидроксогрупп, образующихся при диссоциации одной молекулы основания, различают одно, двух и трех кислотные основания. Сильные основания диссоцируют необратимо, а вот слабые основания обратимо, причем слабые многокислотные основания диссоцируют ступенчато, и также их диссоциация протекает преимущественно по первой ступени. Амфотерные основания — это электролиты, при диссоциации которых образуются как катионы водорода, так и гидроксогруппы. То есть они диссоциируют по типу кислот и оснований. К амфотерным основаниям относятся гидроксиды алюминия, цинка, железа, плюс три. Явление амфотерности объясняется тем, что в молекуле прочность связи между металлом и кислородом незначительно отличается от прочности связи между кислородом и водородом. Поэтому в растворе амфолита существует сложное равновесие, в котором участвуют продукты ионизации как кислот, так и оснований. Например, гидроксид цинку H2 мы можем представить как H2O2, и поэтому мы получаем диссоциацию по кислотному и по основному типу. Соли. Это электролиты, при диссоциации которых в качестве катионов образуются катионы металлов, либо ионы NH4+, и онионы кислотного остатка. Различают несколько типов солей. Средние соли. Это продукт полной нейтрализации кислоты и основания. То есть их можно представить как электролиты, при диссоциации которых образуются катионы, отличные от водорода, и онионы, отличные от гидроксогруппы. Средние соли диссоцируют в одну ступень. Кислые и основные соли диссоцируют ступенчато. Кислые соли или гидроксисоли – это продукт неполного замещения ионов водорода в молекуле многоосновной кислоты. Кислые соли, образованные слабыми кислотами, диссоцируют ступенчато. По первой ступени – необратима, по второй ступени – диссоциация является обратимым процессом. Основные соли или гидроксисоли – это продукт неполного замещения гидроксогрупп в молекулах многокислотных оснований. Аналогично основные соли, образованные слабыми основаниями, диссоцируют ступенчато. По первой ступени практически полностью, по второй ступени – незначительно. Двойные и смешанные соли диссоцируют необратимо по первой ступени. Двойные соли – это соли, образованные катионами разных металлов, но анионом одной кислоты. И смешанные соли – это соли, образованные катионом одного металла и анионами разных кислот. Комплексные соли – это соли, содержащие сложный комплексный ион. Они диссоциируют ступенчато. По первой ступени проявляют себя как сильный электролит и диссоциируют полностью. По второй ступени – диссоциация их против. Далее мы с вами рассмотрим диссоциацию или автопротолиз воды. Вода является слабым электролитом и в незначительной степени подвергается автопротолизу. То есть протон от одной молекулы воды переходит к другой молекуле, образуя катион гидроксония и гидроксогруппу. При описании диссоциации воды широко используется упрощенная схема, которая, хотя и не отражает реального процесса ионизации, так как отдельный ион водорода не существует, тем не менее более удобна и общепризнанная. Итак, мы принимаем, что при обратимой диссоциации воды образуются ионы водорода и гидроксогруппы. Это равновесие описывается константой равновесия и равно произведению концентрации ионов водорода и гидроксогрупп, отнесенной к концентрации неградисцированных молекул воды. Так как концентрация воды практически постоянна, то произведение концентрации ионов водорода и гидроксид иона также величина постоянная и называется ионное произведение воды. При 25 градусах ионное произведение воды равно 10 минус 14 степени. Исходя из ионного произведения воды и зная концентрацию одного из ионов, можно рассчитать концентрацию другого иона, находящегося в растворе. Например, если в растворе кислоты концентрация ионов водорода 10 минус 2 степени моль на литр, то концентрация гидроксид иона будет составлять 10 минус 14 разделить на 10 минус 2, 10 в минус 12 степени моль ионов на литр. Если в растворе щелочи концентрация гидроксид иона 10 минус 1, то концентрация ионов водорода будет составлять 10 в минус 13 степени моль ионов на литр. Различное соотношение ионов водорода и гидроксид иона в растворах различных веществ характеризует среду или кислотность водных растворов. Различают кислую, нейтральную и щелочную среду. В нейтральной среде концентрация ионов водорода равна концентрации гидроксид ионов и равна 10 минус 7 степени моль на литр. В кислой среде концентрация ионов водорода больше концентрации гидроксид ионов, а в щелочной среде ионов водорода меньше, чем гидроксид ионов. Однако чаще для характеристики кислотности водных растворов используют не абсолютное значение концентрации ионов водорода, а водородный показатель. Водородный показатель – это отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода. Например, если концентрация ионов водорода равна 10-3 степени на литр, то pH такого раствора составляет 3. В щелочных растворах для расчёта pH необходимо предварительно рассчитать концентрацию ионов водорода, а далее считают логарифм. Например, если в растворе щелочи концентрация гидроксид ионов равна 10-2 степени моль ионов на литр, то концентрация ионов водорода составит 10-12 степени моль на литр. И, соответственно, логарифм будет равен 12, то есть pH такого раствора будет равен 12. С помощью водородного показателя кислотность в водных растворах характеризуется следующим образом. Если среда нейтральная, pH равно 7, если среда кислая, pH меньше 7 и если среда щелочная, pH больше 7. Определить кислотность растворов веществ на практике можно с помощью специальных веществ, называемых индикаторами. Индикаторы – это вещества, цвет которых зависит от кислотности, то есть pH растворов. Наиболее часто встречающимися индикаторами являются лакмус, фенолфтелин, метиллый, оранжевый. В таблице, приведенной на слайде, приведены цвета индикаторов в зависимости от кислотности среды. Водородный показатель имеет большое значение в жизнедеятельности живых организмов. Все биологические жидкости характеризуются определенным значением pH. Например, pH крови составляет 7,4, pH желудочного сока приблизительно равен единице. Животные и растительные организмы могут нормально функционировать только при определенных значениях pH и их биологических жидкостей. Отклонения водородного показателя от нормы углубительны для организма. В водных растворах электролитов протекают реакции обмена, называемые реакцией ионного обмена. Реакции обмена в растворах электролитов протекают, если в результате образуются 1. Малорастворимые вещества, попадающие в осадок. 2. Газообразные или летучие вещества. 3. Малодисцирующие вещества, то есть слабые электролиты. Рассмотрим все эти случаи, учитывая, что реакции ионного обмена можно записывать с помощью молекулярных уравнений, полных ионных уравнений и сокращенных ионных уравнений. Именно сокращенные ионные уравнения отражают сущность реакции. Итак, первый случай. Реакция с образованием малорастворимых соединений. В качестве примера реакция взаимодействия нитрата серебра и хлорида натрия. В результате реакции выпадает осадок хлорида серебра. В ионном уравнении все сильные электролиты мы записываем в виде ионов, а вот осадок аргентом хлор записываем в молекулярном виде. При сокращении одноименных ионов в ваших работах ЕГЭ я прошу обратить внимание на то, что одноименные ионы не нужно зачеркивать. Можно их подчеркнуть, но зачеркивать не нужно. Итак, сократив одноименные ионы, мы получаем сокращенное ионное уравнение. Второй случай. Реакция, идущая с образованием газообразных веществ. Например, при взаимодействии гидроксида кальция и хлорида аммония образуется хлорид кальция и слабое основание NH4OH, которое при образовании тут же разлагается с образованием летучего аммиака. Поэтому формулы NH4OH мы не записываем ни в коем случае. Мы записываем в воду и молекулу аммиака. По аналогичной схеме мы записываем полное ионное уравнение. И здесь сокращаем сначала одноименные ионы, получая уравнение 3. Что мы в нем видим? Мы в нем видим кратные коэффициенты. Поэтому для получения сокращенного ионного уравнения, коэффициенты, в котором должны быть минимальные кратные коэффициенты, мы сокращаем. И сокращенным ионным уравнением является только последнее уравнение. Третий случай. Реакция, идущая с образованием малодисцирующих веществ, то есть слабых электролитов. В качестве примера приведена реакция нейтрализации гидроксида натрия серной кислотой. Приведено молекулярное уравнение реакции, полное ионное уравнение. А вот сокращенное ионное уравнение подразумевает сокращение как одноименных ионов, так и кратных коэффициентов. Также обращаю ваше внимание на правильность написания зарядов. У единичных зарядов мы указываем только знак заряда, плюс или минус. Если зарядность иона выше, мы указываем сначала величину заряда и затем знак, например, 2+, но не плюс 2. Если вы забыли или сомневаетесь, то вы всегда на экзамене можете посмотреть таблицу растворимости заряда ионов там написано. При составлении реакции ионного обмена следует помнить, что вода, металлы, оксиды, газы, осадки на ионы не распадаются и записываются в молекулярном виде во всех уравнениях. Также следует помнить, что такие вещества, как угольная кислота, сернистая кислота, гидроксид аммония и гидроксид серебра являются крайне неустойчивыми соединениями. При образовании тоже разлагаются с образованием угольная кислота воды и оксида углерода-4, сернистая кислота воды и оксида серы, гидроксид аммония и гидроксид серебра, который не существует, разлагается с образованием оксида серебра и воды. К реакциям ионового обмена относятся и реакции гидролиза солей. Дословно переводя с греческого, гидровода, лизис разрушения. То есть гидролиз это процесс расщепления молекул сложных веществ за счет реакции с молекулами воды. В неорганической химии распространен гидролиз солей. Это разложение солей под действием воды с образованием слабых электролитов. Реакции гидролиза можно выражать как в молекулярной, так и в ионной форме. Гидролиз большинства солей является обратимым, и поэтому в уравнение гидролиза ставится знак обратимости. Процесс гидролиза количественно характеризуется степенью гидролиза H и константой гидролиза. Степень гидролиза это отношение числа гидролизовавшихся молекул к общему числу растворенных молекул и выражается в долях единицы или в процентах. Величина константа гидролиза зависит от природы растворенного вещества, растворителя, температуры, но не зависит от концентрации. Математическое выражение константа гидролиза зависит от состава соли. В зависимости от состава соли принято различать несколько типов гидролиза. Любую соль можно представить как продукт взаимодействия основания и кислоты. Чтобы успешно решать задание по гидролизу, необходимо вспомнить, какие кислоты и основания являются сильными, а какие слабыми. Итак, первый тип гидролиза – гидролиз по анионам. По данному типу гидролизуются соли, состоящие из катиона сильного основания и аниона слабой кислоты. К ним относятся сульфиты, сульфиды, нитриты, карбонаты, цианиды, фосфаты, формиаты, оксалаты и другие соли щелочных и щелочноземельных металлов. При гидролизе указанного типа солей образуются слабые кислоты или кислые соли. Например, при гидролизе соли, образованной слабой одноосновной кислотой, образуется слабая кислота. А при гидролизе соли, образованной слабой многоосновной кислотой, образуется кислая соль. Но в данном случае гидролиз протекает ступенчато. PH таких растворов больше синие, то есть среда растворов является щелочной. Это определяет цвет индикатора. Лакмус щелочной среди синий, метиловый, оранжевый, желтый, фенолфтелин, малиновый. Второй тип гидролиза. Гидролиз по катиону. По этому типу гидролизуются соли, образованные катионом слабого основания и анионом сильной кислоты. По такому типу гидролизуются галогениды, за исключением фторидов, сульфаты, нитраты, алюминия, цинка, меди, железа и других металлов. При гидролизе указанного типа солей образуются слабые основания, либо основные соли. Например, если соль образована слабым однокислотным основанием, то в результате гидролиза образуется слабое основание. Если соль образована слабым многокислотным основанием, образуется основная соль, гидролиз в данном случае идет ступенчато и реально протекает только по первой ступени. PH растворов таких солей меньше 7, то есть среда кислая. В растворах данных солей лакмус окрашивается в красный цвет, метиловый, оранжевый, розовый или красный и феноптериен бесцветный. Третий тип гидролиза – гидролиз по катиону и аниону. Данному типу гидролиза подвергаются соли, образованные катионом слабого основания и аниона слабой кислоты. В результате гидролиза образуется слабая кислота и слабое основание. Водородный показатель таких растворов примерно равен 7, так как реакция среды определяется относительной силы образующихся слабых кислот и оснований. Следует отметить, что соли, образованные катионами сильного основания и анионами сильных кислот, гидролизу не подвергаются, так как их взаимодействие с водой не приводит к образованию слабых электролитов. PH таких растворов равно 7. Также гидролизу не подвергаются соли, если они нерастворимые и малорастворимые, например, фосфат алюминия и силикат лития. Рассмотрим еще один тип гидролиза, необратимый гидролиз. Если соль образована слабой, летучей или нерастворимой кислотой и слабым нерастворимым основанием, то процесс гидролиза имеет необратимый характер и такие соли в растворах не существуют. Например, если сульфиды хрома-3 растворить в воде, то образуется вещество темно-зеленого цвета, это гидроксид хрома, и выделяется газ с неприятным запахом, сероводород. По причине полного гидролиза не удается выделить из растворов такие соли, как сульфиды, сульфиды и карбонаты, алюминия, хрома-3 и железо-3. Полный гидролиз является причиной того, что в результате обменных реакций некоторых солей не всегда образуются две новые соли, а происходит совместный гидролиз. Когда гидролиз одной соли, содержащий катион нерастворимого основания, усиливает гидролиз второй соли, содержащий анион летучей или нерастворимой кислоты. Например, при взаимодействии хлорида алюминия и сульфида натрия не образуется сульфид алюминия, как мы могли бы записать, учитывая, что это реакция ионного адгена. А образуются гидроксид алюминия, сероводород и хлорид натрия, так как возможно образующаяся здесь соль, сульфид алюминия подвергается необратимому гидролизу. Нужно отметить, что такие реакции часто встречаются в заданиях, характеризующих взаимосвязь неорганических соединений. В заключении хочется отметить, что явление гидролиза широко распространено не только в неорганической, но и в органической химии. Гидролизу подвергаются такие органические вещества, как сложные эфиры, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. В общем случае гидролиз это реакция обменного разложения сложных веществ в воду. Итак, мы сегодня рассмотрели основные положения теории электролитической диссоциации, основные и умные взаимодействия в Ростове. Надеюсь, лекция была для вас информативной. Благодарю за внимание.